Добрый день! Я хочу сегодня сделать обзор пыльника, который мы шьем на мастер-классе по пыльникам. Один мы уже сделали. Это пыльник из органзы. Второй тоже из органзы, но это пыльник из органзы шелковой. Второй будет пыльник из искусственной органзы. Надеюсь, что мы сможем сделать обзор и по второму пыльнику. А пока вот в перерыве между тем и этим мы решили сделать обзор. Значит, что такое пыльник? Пыльник это легкий плащ. Можно его назвать дождевиком, но из органзы, конечно, шелковый дождевик нет. Дождевик может быть из тофты, из плащевки. А это именно пыльник. Такая стильная вещичка. Она не только стильная, я хочу сказать, она еще и функциональна. Мы это уже испробовали на себе. Ну, какие характерные детали в пыльнике? Это кулиска. Не обязательно внизу, но вот по талии, чуть ниже талии кулиска. Вот. Почему нам пришла идея шить такой пыльник? Потому что в Москве мы в ГУМе видели пыльник Альберто Ферретти. Стоил он 165 тысяч. И мы решили, что мы все-таки попробуем сделать пыльник за гораздо меньшие деньги. Ну, и вот сделали. Значит, что здесь? Чуть приспущенный рукав. Кулиска – это все из тофты, из отделочной. Видите, такие ограничители, наконечники. В данном случае золотые под змейку. Вот молния она. Видите, она двусторонняя. И сверху, и снизу. Вот. Очень стильная получилась вещичка, я вам хочу сказать. Очень удобная, стильная. Так. Ну, смысл чего был? Показать в мастер-классе не только стильную вещичку, как ее шить, а показать, как работать, в принципе, с органзой. Органза – это не самый легкий материал. Вот. Для того, чтобы аккуратно получалось, я показала, как делать закрытые швы, как эти швы обрабатывать бейкой. Бейка у нас, видите, не по косой. Бейка у нас по утку, тофты. Так. Что-то я застопорилась. Значит, все это я показывала, рассказывала, как это делать, как можно, если у вас вдруг мало материала и нет возможности выкрыть по косой, что делать? Вот. Что делать? Это сделать бейку по утку из тофты, как ее уложить, чтобы она красиво смотрелась и аккуратно, и чтобы она была максимально тонкой. Так. Ну, вот смотрите, как здесь сделаны швы. Видите? Они полностью закрыты. И я надеюсь, вы видите, насколько это все аккуратно сделано. Вот это органза. Не самый легкий материал в обработке. Что делать, чтобы его было удобно кроить? Это все я показываю в МК. Ну, помимо того, что шьется вещь, которая носибельная, еще и показывается, как работать. Вот. Обратите внимание, воротничок. Ну, сейчас я на столе, наверное, все подробно вам покажу и с лица, и с изнанки. Общий вид пыльника вы видите на фотографиях. Вы тоже все это увидите. Как его можно застегивать до середины или вовсе не застегивать. Чем его носить? В данном случае мы на фотографии показали, как его носить с брючками, которые мы шили в МК-жакет. Так, ну, тут вот видите, это уже она и сама так закатывает рукава. Это у нее такая привычка. Но, в принципе, можно и с длинным рукавом его носить. А тут еще, видите, разрезы по бокам. Как их обработать, чтобы они выглядели аккуратно, четко. Это все я показываю в МК. Если кого-то заинтересует, пожалуйста, добро пожаловать к нам на мастер-класс. Ну, вот такие вот небольшие фишечки, которые придают, скажем так, современное звучание легкому плащику. Так, что вам еще показать здесь? Ну, вот такая вот красивая органза. Видите, тут очень интересная фактура, интересная. Тут зигзагом как бы вышивка сделана. Видите? Ну, и цвет такой интересный. Так, ну, все. Теперь я на столе вам покажу изнанку, как сделаны закрытые швы, насколько они аккуратны, насколько они тонкие, как работать с тавтой и органзой. В общем, все это вы увидите сейчас на столе. Ну, прежде всего, я вам хочу показать вот беечку. Видите, все швы закрыты, то есть с изнанки. Шок закрыт. А с лица он обработан бейкой из тавты. Так, вот так вот обработаны горловина и плечевой шов. Видите, здесь вот тавта, вешалочка из нее же. Здесь тавта, здесь закрытый шов. Тут наоборот, тавта, закрытый шов. Так, вот из тавты планочка идет. Под змейкой. Вот закрытый шов. Так, вот они боковые швы закрытые. Но органза такая стромкая, она, в общем-то, не мягкая. Вот. Так обработаны уже тут шов пошире. Разрезы. Это все полупрозрачной ниткой шьется в тон органзе. Так, фурнитура тут очень симпатичная. Вот. Видите, ограничители. Наконечники. Так, ну что тут еще показать? Ну, кулиска. Видите, кулиска нашита из тавты поверх, на лицо. Ну, чтобы не травмировать органзу. Здесь можно было люверсы, конечно, сделать. Но на органзе люверсы это дело, конечно, опасное. А вот еще пройма. Видите, тоже обработана бейкой не по косу. Это бейка по утку. Но лежит она достаточно аккуратно. Ну, вот опять внутренние швы. Все швы закрыты. Ни одного нет шва с оверлоком. Ну, в общем-то, больше здесь и показать нечего. На фотографиях вы увидите, как он себя ведет в жизни, наш пыльничек. Ну, я так думаю, если у вас появится такая вещичка, она будет очень функциональная. И я надеюсь, любимая в гардеробе. Ну, а то, что это будет стильно, красиво и за реальные деньги. Мы уже в этом убедились. Надеюсь, что убедитесь и вы. Второй пыльник шьется. И надеюсь, что мы его вскоре вам покажем. Ну, если кто хочет присоединиться к нашим мастер-классам, добро пожаловать ко мне в Инстаграм Директ. Будем очень рады. Ну, на этом обзор закончился. Посмотрите уже фотографии и видео в конце ролика. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok